Всем привет. Мы сегодня поговорим про эволюцию диплоя основного сайта VK.com. Это будет не самый хардкоптный технический доклад, потому что под капотом на самом деле очень много сложных вещей, сложных реализаций, тулинга и всего остального, но пройдемся по общим концепциям, через которые мы проходили за последние 15 лет. Для начала познакомимся. Меня уже представили, меня зовут Ульяна, я руководитель команды внутренней структуры, и мы занимаемся всем CICD ВКонтакте, и эксплуатацией, поддержкой, настройкой внутренних сервисов, в основном для разработчиков, но и иногда для всех остальных ребят из ВКонтакте, поскольку кроме разработки у нас есть еще достаточно много разных отделов. Для начала давайте порассуждаем, попробуем прикинуть, как часто вы видите новую версию ВКонтакте у себя в вебе, когда вы открываете браузер. С клиентами понятно, это достаточно нечастая операция, раз в несколько недель, может быть, но что именно про сайт? Я не знаю, Лида мне, наверное, поможет? Почитает? Почитает чат? Или не поможет? Не поможет, и я, к сожалению, не увижу ваши ответы. Вот, но правильный ответ — это мы можем кататься в прод до 36 раз в сутки. То есть каждые полчаса у нас может выезжать новая свежая версия ВКонтакте, заново собранная, с новыми фичами и всем остальным. Это не обязательно происходит каждые полчаса. Все-таки иногда по ночам разработчики спят. Work-life balance и все остальные модные слова в текущее время. Но не всегда. По ночам тоже иногда некоторые обновления катаются. Но если представить, что мы хотим кататься постоянно, за сутки мы можем это сделать 36 раз. На самом деле ВКонтакте состоит из множества различных компонентов. Сегодня мы поговорим про основной монолит — бэкэнд и фронтэнд. Кроме этого, у нас куча собственных движков специально под ВКонтакте, под особенности пользовательских данных, написанные базы данных, много инфраструктурного туллинга. Также активно занимаемся ML-моделями, их работой и обучением этих же моделей. И, конечно же, модное нынче слово микросервис. Вернемся в самое начало. С чего мы начинали? В 2006 году это достаточно публичная информация, что появился в ВКонтакте.ру, как небольшой рубрикатор для университетов, чтобы студенты могли друг с другом общаться внутри одного закрытого сообщества. Потихоньку начал расти с помощью различных механик. Про техническую часть интереснее говорить про 2007 год уже, потому что там хоть что-то устоялось. Вот, скорее всего, большинство из вас в 2007 году учились, возможно, в универе, но, может быть, и в школе. Я так точно в школе училась. Вот. Что тогда происходило? Всего порядка пяти разработчиков, совсем немножко серверов, и самый модный на тот момент инструмент для того, чтобы написать сайтик, это PHP. Соответственно, у нас есть сервера, файлики на этих серверах, ну и поскольку их немного, мы их можем быстренько раскидать через SCP или что-нибудь подобное. Вот. В целом, в 2007 году о каком-то серьезном, о каких-то серьезных системах контролей версий или еще чем-то подобном, речь особо-то не шла. Это все достижение... Вернее, популяризация всех этих сервисов — это достижение последних лет, скорее, чем далекого 2007 года. Основная проблема такого подхода в чем? Кто-то из пяти разработчиков хочет поправить файл, а его в этот момент правит еще кто-то. Возникают различные проблемы, но поскольку разработчиков не так много, это как бы и не критично пока. Со временем это начинает обрастать различным тулингом, блокированием, вынесением редактирования в отдельный процесс. И к 2011 году в достаточно маленькой команде разработчиков появляется наконец-то гид, первый Initial Commit в этом гиде, то есть просто весь код, который к тому моменту уже был написан, перенесли в гид и начали жить там. Но это все еще не работа с гидом, как сегодня выглядит в больших корпорациях, много разработчиков, куча веток. Одна ветка и немножко магии вокруг нее. Собственно, это магия и тулинг — это 90% успеха всего действия. Кроме всяких надстроек над гидом, над процессом изменений, докатки изменений и прочего, у нас появились клевые тулзы. Первая тулза — это КПХП. Собственный транслятор PHP-кода в сишный и итоговое компилирование в один большой бинарь. На слайде вы видите текущий, буквально недавний бренчмарк для основной страницы новостей в ВК, как это работает на PHP-7 и насколько быстрее это работает на КПХП. Тогда, конечно, все было не настолько круто, но, как и все, там тулзы развиваются. И еще одна прекрасная тулза — это КПХП. Репликация для больших объектов — это либо большие файлы типа бинаря, в которой собран монолит, либо собранная статика и слепок файловой системы, раскатывающиеся на нужные нам сервера, которые эту статику будут отдавать пользователям. Особенности КПХП в том, что он очень сильно основан на том, как в наших дата-центрах устроена адресация, как относительно друг друга находятся сервера, стойки и ряды. Это позволяет на текущий этап основной сайт катать буквально за 3 минуты на тысячи серверов. Несколько тысяч серверов за 3 минуты получают бинарь размером до гигабайта. Дальше мы перешли к следующей концепции. Начали смотреть на изменения в коде как на поезда. Компания растет. У нас порядка 100 разработчиков. И, собственно, как выглядят эти поезда. Кто-то из разработчиков написал какую-то фичу, пофиксил баги, подготовил какие-то изменения для того, чтобы раскатить. И повез свой небольшой поезд с изменениями самостоятельно, отсматривая графики на такой аккуратненькой дрезине. Особенности этого в том, что разработчик это делает сам в тот момент, когда это нужно ему. Сам следит за всеми графиками. И нет такого, что у нас там какое-то огромное движение происходит. То есть все катается ровно в тот момент, когда это нужно конкретному разработчику. Поскольку у разработчиков не так много, то коллизий не так много случается. Однако все равно понятно, что количество разработчиков будет расти. Плюс появилась необходимость в нагрузочном тестировании кода. С синтетической нагрузкой очень сложно. Потому что эмулировать то, как тысячами фич в ВКонтакте пользуются миллионы пользователей, это очень сложная задача. Поэтому приняли решение, что сделаем ход конем и сделаем тестировщиками часть пользователей. На текущий момент это 2% пользователей, которые каждые сутки проигрывают. Каждые сутки мы набираем следующие 2% пользователей. То есть если вы вчера тестировали ВКонтакте, скорее всего завтра вы уже не будете его тестировать. Это специально делается, чтобы не все пользователи постоянно грустили от того, что у них может что-то сломаться, если по какой-то причине код не выдержал. Плюс у разных пользователей разные паттерны работы с ВКонтакте. Пользователи в эти 2% включаются случайным образом, чтобы, если что, нагрузку размазать. Как в то время выглядел путь коммита до продакшен? Для начала разработчик где-то локально, не где-то, а в специальных деп-средах, разрабатывает свою фичу, готовит, тестирует либо сам, либо вместе с командой тестирования, заливая все в мастер. Из мастера по готовности делается MR в стейджинг в отдельную ветку. Ветка стейджинг собирается и отправляется на 2%. Сейчас 2%, тогда чуть меньше одного было. На процент пользователей проверяется, если все хорошо, делается MR в ветку продакшен, заново все собирается и раскатывается уже на всех. Очень простая, можно сказать, примитивная концепция. Но есть такая незадача, что даже если мы говорим о лучших разработчиках, о достаточно простой схеме или еще чем-то таком, то все равно так или иначе мы столкнемся с тем, что кто-то что-то сломает. Поэтому у нас начали появляться ветки 2 продакшен и так далее. И в целом вот эта концепция, что разработчик сам приносит свои изменения в стейджинг, потом сам же приносит их на продакшен, порождала свои спецэффекты. Например, кто-то может принести свои изменения в стейджинг, но не быть достаточно готовым и решительным для того, чтобы самостоятельно все раскатать на прод. А в тот момент, когда кто-то другой решительный придет и начнет все раскатывать, захватят и остальные изменения. А предыдущий разработчик, например, сейчас не в графиках или чай пошел попить или еще что-то. Происходили свои коллизии. Плюс, допустим, на продакшене происходят какие-то проблемы, например, на сетевом уровне или еще что-то такое. И админы их чинят, а в этот момент приходят разработчики и решают, а давайте покатаемся. Какой самый очевидный способ, как обеспечить безопасность для продакт? Ну, конечно же, очень просто. Мы берем и запрещаем мержить из стейджингов продакшен. И передаем эту обязанность дежурным системным администраторам, которые в нашем случае не только следят за мониторингами, но и активно чинят, проводят работы и все остальное. Вот. Но самое важное, что дежурный системный администратор всегда и абсолютно всегда в курсе того, что у нас происходит. Где у нас что-то сломалось? Где у нас какие-то работы? Можно выкатиться в продакшен или нет? Есть ли какие-то еще причины, почему нельзя? Может быть, у нас какие-то важные корпоративные мероприятия, во время которых не хочется отвлекать всех коллег на то, чтобы что-то делать? Если что-то пойдет не так, например, чинить, возможно, это там каникулы какие-то типа зимних или майские или еще что-то такое. В общем, дежурный системный администратор всегда в курсе, поэтому он может принимать решения, в отличие от разработчиков, которые не могут реагировать на тысячи графиков при желании раскатать свою любимую фичу, над которой они работали очень долго в продакшен. И, поскольку мы все еще говорим о поездах, вот этот последний шажочек раскатки в прод перешел на просьбы покатать. Понятно, что это все обвешивается ботиками, автоматизацией, приведением того, что раскатка в прод для админов выглядит как нажатие просто одной кнопки в системе. Но все равно это приходится делать и за этим приходится следить. А что, если у нас что-то пошло не так и выкатили код в совсем плохом состоянии? У нас начинает орать мониторинг, к нам начинают приходить пользователи и жаловаться, как основные пользователи, то есть коллеги из ВКонтакте сразу замечают какие-то ошибки, приходят жалуются, что нужно. Нужно быстро откатить. Выглядит как паника, но на самом деле нет, потому что для откатов тоже была предусмотрена четкая система. Никто не паникует, это стандартная штука. Мы откатываемся всегда на уже полностью готовые собранные версии, которые уже побывали на проде и уже известно, что они хороши, что с ними нет никаких проблем. Те же 3-4 минуты, которые нам нужны, чтобы раскататься вперед, занимает и откат. И дальше, поскольку у нас линейная история в GT, и мы не выкидываем просто так коммиты, мы всей компанией ждем, когда приедет фикс. Поскольку катаемся мы часто, это не такая большая проблема. Такое количество разработчиков растет. Фикса каких-то вещей иногда приходится ждать долго. Либо набираются вот для таких поездов по запросу слишком много вагончиков из коммитов. и, как мы у себя это называем, индийский поезд. Хочется как-то четко гранулировать раскладки, и чтобы разработчики лучше понимали, когда именно они поедут впрод, планируя свое рабочее время и свои остальные дела, которые завязаны на раскатке. К чему мы пришли? Разработчики все так же льют то, что им нужно в мастер. Автоматика каждые полчаса забирает все свежие изменения в мастере, собирает и выкатывает на стейджинг. Полностью автоматически. В этом никто не участвует. Главное, чтобы все билды были зеленые. Оповещает всех, кто едет в конкретном поезде, что вот ваш код поехал. И серия сообщений четко рассказывает, что именно сейчас поедет на стейджинг. Дальше. На этом же стейджинге вместе с пользователями тестированием занимаются и автотесты. Абсолютно различные джобы, проверяющие разные разделы, разные важные вещи. Дальше. После того, как на стейджинге версия откаталась, была проверена автотестами и пользователями, что дежурный системный администратор видит, что все графики в норме, все хорошо. Он по расписанию, опять же, отправляет на продакшн подготовленную версию. И опять же, это делается все вручную, но выглядит это как просто нажатие одной кнопки. К 2020 году до нас доехала так же багическая вещь, как микросервисы. И потихоньку они начинают внедряться в наш монолит. Какие-то вещи из монолита мы выносим. Но, тем не менее, мы все еще на этот монолит достаточно сильно завязаны. И, вероятно, вряд ли от него откажемся когда-либо. Но что нам удобно, когда у нас есть монорепозиторий для монолита и туда же включенных микросервисов. Мы все еще продолжаем заниматься тулингом, в частности, расширением возможностей GitLab с помощью собственной внутренней команды внутренней разработки, которая аккуратно пишет ботика для того, чтобы весь нужный код проходил правильные опробы у ответственных за это разработчиков. Когда разработчиков над продуктом работает много, это все равно придется делать, потому что нельзя всю кодовую базу знать всем. Итого, основные принципы, которыми мы руководствуемся при работе над деплоем, над разработкой деплоя, это минимальное время от написания кода до деплоя. Потому что чем быстрее разработчик может написать и протестировать уже в бою свою фичу, тем лучше. И тем разработчик и его менеджер счастливее. очень быстрый откат, потому что нельзя заставлять пользователей страдать и нельзя гонять графики. Собственно, графика – это качественный мониторинг. Надо вовремя понимать, выехала хорошая версия или нет. Над мониторингом как бизнес-метрик, так и технических метрик постоянно работает много разных команд инфраструктуры с разной стороны. Ну и поскольку наша команда занимается именно тулингом и процессами для разработчиков, основной наш принцип работы – это счастье этих самих разработчиков. на этом все. Следите за нашими вакансиями. Будем рады, если вы в какой-то момент присоединитесь к нашей команде, потому что процесс развития деплоя и всего остального – это непрерывный процесс. У нас есть большие планы на дальнейшее развитие наших тулов, на переосмысление деплоя и всего остального, и, возможно, через годик мы с вами встретимся еще раз с рассказом про нашу новую реальность. Вот, как-то так. Класс! Спасибо большое! Ловлю на слове про то, что мы встретимся через год. Я уверена, это будет очень интересно. У нас есть несколько вопросов от наших зрителей. И забавно, но сегодня, кажется, самые активные зрители – это зрители с именем Дмитрий. Так что все Дмитрии, я очень рассчитываю, что вы сейчас скинетесь еще по вопросику в чат. Первый вопрос от Дмитрия. Как вы отсеиваете ботов? Ведь в тех 2% пользователей, на которых в первую очередь появляется новая версия, все может быть забито ботами. Ну и в целом ВКонтакте. А еще бот и ферма, да? Важная вещь, что с ботами регулярно борется наша команда антиспама с помощью автоматики и всего остального. Выкашивают их с платформы. Боты – это такая common-проблема любого сервиса, который пытаются заполонить какой-нибудь бетафермой. В целом мы же можем помечать себе пользователя как ненадежного для того, чтобы быть тестировщиком. То есть от него нет нагрузки, ботов понятно, как вычислять. К сожалению, я не смогу рассказать, как это делается. Не только потому, что это не моя основная задача и, соответственно, я в это не сильно углублялась, но и потому, что нельзя рассказывать, как мы вычисляем ботов, иначе люди, которые их делают, смогут подстроиться под наши методики вычисления ботов. Справедливо. Ну, я очень рада, что об этом тоже успели подумать, и на самом деле получается померить, насколько живым людям удобно пользоваться тем или иным сервисом, а не только каким-то крайним случаем. Но, с другой стороны, кажется, что мы все немножко нерепрезентативны, так что хорошая выборка – это задача к аналитикам. Надеемся, что мы про это тоже сможем вам рассказать на ближайших тех толках. Еще один вопрос. Сколько человек занимаются ботом для GitLab? На чем он написан? Правда ли, что это все работа твоей команды? Нет. Ну, это работа нашего департамента. У нас есть соседняя смежная команда внутренней разработки. Она достаточно немногочисленная. В их зоне ответственности не только GitLabBot, но и очень много различных внутренних сервисов, которые приходится писать самим, потому что нельзя любые свои хотелки решить с помощью каких-то уже готовых продуктов. Иногда хотелки бывают достаточно специфические. Поэтому над многими внутренними продуктами работает команда разработки. Сейчас там порядка 7-8 человек, но я могу ошибаться. Звучит как достаточно маленькая команда для такого большого самостоятельного проекта. очень классно, что получается уделять достаточно внимания несчастью не только пользователей, но еще и разработчиков. Я думаю, всем хотелось бы, чтобы о них так заботились. Как часто вносятся новые технологии в OpenStack? Какой дистрибутив Linux наиболее популярен среди разработчиков ВКонтакте и DevOps ВКонтакте? Скажем так, дистрибутив, который нужен для работы, на самом деле не так важен. Все, что нам нужно, это какой-нибудь ноут, на котором есть консолька, то есть это какие-нибудь никсы. Потому что в Windows все-таки не очень удобно. В нашем случае большинство нашей команды пользуются маками, а все остальное – это уже наши сервера плюс докеры. А какой стэк технологий в целом? Что используете для того, чтобы заботиться о разработчиках? Тут интересный вопрос. Смотря что подразумевается под стэком технологий. Если мы говорим про сервисы, которые мы им предоставляем, кроме каких-то самописных вещей, это CI на TeamCity, собственно GitLab, Jira – достаточно классические продукты, которыми мы пользуемся. Если мы говорим про то, на чем у нас пишутся внутренние тулзы для раскаток и всего остального, это в основном Python и Bash. Используете ли вы CDN для контейнеров? Dragonfly, Kraken или еще какую-нибудь свою тулзу, может быть? В основном именно в деф-окружении, на сборках и всем остальном мы пользуемся артефактором с Docker Registry там. Для Proda, конечно, свои собственные вещи, в частности Kraken. Супер. Есть ли у вас Blue Green Deployment и есть ли тесты инструментов на Proda? Тесты инструментов на Proda именно в постоянном режиме, как мы это делаем с фичами для пользователей, именно автотесты. Их скорее нет. То есть классические какие-то линтеры, вансибли или еще что-нибудь такое. Это понятно. Но тестируем мы в основном руками свои собственные тулзы. Вот. Что касается Proda, у нас есть разные схемы. И это не всегда Blue Green Deployment. Все очень сильно зависит от сервиса. Класс. Вопрос такой очень продуктовый, как мне кажется, от Алексея. Очень быстрая и частая выкладка. Что происходит с сессиями пользователей во время этого процесса? Почему не ломаются сессии? Я боюсь, что это скорее не ко мне. Вопросы к разработчикам. Не ломаются, видимо. У тебя нет никакой причины, чтобы они сломались. Какая разница, если мы оперируем теми же данными, теми же токенами и всем остальным. И у нас осталось два последних вопроса. Со всеми остальными вопросами я вас приглашаю в наш чатик этого метапа. Не забудь меня, кстати, позвать. Конечно, конечно. Все вопросы обязательно доберутся до спикеров. Вопрос такой. Используете ли вы Kubernetes? Да, собственно, как я уже чуть-чуть рассказала, у нас появляются в Кубере свои микросервисы. Часть из них — это что-то, выезжающее из Monolith, какая-то часть, написанная с нуля, специально, чтобы нужно было использовать в Кубере, плюс туллинг, адаптированный под Кубер. Так что, да, потихоньку переезжаем. С Кубером есть отдельная история. К сожалению, не все выгоднее перенести в Кубер, нежели держать на bare metal. То есть тут всегда вопрос стоит, а правда ли нужно это делать именно таким образом? Класс. Действительно, каждой задачей свои правильные решения. И последний вопрос, он на самом деле гораздо более комплексный, но я его сейчас немножечко переформулирую. Есть ли где-нибудь в процессе диплоя VK.com машинное обучение? Смотря, о чем мы говорим. Машинное обучение именно в процессе диплоя? Нет, мы не используем. Там все достаточно понятно, статично и вычисляемо. Но в процессе выкатки VK.com мы катаем модельки, которые рассчитаны на то, чтобы работать с данными пользователями. Логично. Спасибо большое. Чуть более развернуто на вопрос о том, где вообще в ВК используется машинное обучение. Можно найти ответ в других наших техтокс. Ну и на все численные и конкретные вопросы, которые мы сейчас видим, что поступают, мы ответим в ближайшее время в нашем текстовом чате. Ульяна, спасибо большое за чудесный доклад. Мне кажется, это было очень интересно, а главное, я надеюсь, полезно для наших слушателей. Теперь они точно знают, как выстроить процесс систематически. Ну и быть готовыми к такому взрывному росту, который случился когда-то именно с ВК. Я надеюсь. Спасибо. Спасибо.